Всем привет! С вами Павел Багрянцев и в этом видео я вам расскажу 5 способов, как выучить английский язык и как учил его я. Неоднократно мне задавали такой вопрос. Вы, наверное, часто путешествуете, либо вам нужно изучать какие-то материалы или получить повышение по работе. Английский язык нужен везде. Итак, способ первый. Я смотрел фильмы на английском языке. Сначала ничего не будет понятным. Рекомендую вам смотреть фильмы с русскими субтитрами и вы будете воспринимать на слух какие-то словесные обороты. Ну и хотя бы вам просто привыкать к английской речи. Это тоже будет очень полезно. Со временем вы эти слова будете выхватывать из каких-то песен, либо из того, когда иностранцы будут общаться. Фильмы очень хорошо помогают запоминать текст целыми предложениями. Способ номер два. Это слушать песни. Потому что песни, они складные и они на слух очень хорошо запоминаются. Тем более, если песня нам очень нравится, мы ее начинаем напевать. Именно таким образом детей очень эффективно обучать английскому языку. Поэтому найдите вашу любимую песню, посмотрите ее перевод, как она переводится, ходите и напевайте в удовольствие. Способ номер три. Однажды я взял в квартире и написал множество слов на таких самоклеящихся бумажках. И я обозначил все на английском языке. Стена, дверь, лампочка, тумбочка, пол. Все предметы, которые были дома, я обклеил этими стикерами с названиями этих предметов на английском. И, соответственно, когда я ходил по дому, я все время встречал. То есть, я вешал это на самое видное место. Таким образом, мое подсознание просто запоминало это. И мне не нужно было прилагать никаких усилий для того, чтобы это запомнить. Все запоминалось автоматически. Способ номер четыре. Возьмите, скачайте приложение «Words» или еще как-то называется, «English Words», я помню, я им пользовался. И это приложение позволяет в случайном порядке смотреть различные английские слова. Изначально вы их сами туда заносите, а потом, когда у вас есть свободная минутка, вы чего-то ждете, либо стоите на остановке, берете, и это приложение вам в свободном порядке будет выдавать слова. Если вы его запомнили, то оно уходит, и вам показывается следующее слово. Если вы не отгадали, вам сразу показывается перевод на русском. И таким образом, вы будете всегда пополнять этот запас новыми словами, и вы сможете всегда повторять тот словарный запас, который у вас уже есть. Петуха дал. Способ номер пять – это читать книги на английском языке. Возьмите книгу попроще, еще лучше возьмите какую-то сказку. И вы удивитесь, что если вы возьмете совсем детскую княженцию, то вам будет ее легко читать, и вы ее действительно всю понимаете. Это значит, что вам пора двигаться на уровень выше, поэтому возьмите что-то более сложное. Но вот детские книги, они просто идеальны, особенно для начинающих, потому что, когда у вас есть осознание, что вы понимаете, что в этой книге написано, это придает сил и уверенности. Удачи вам в изучении английского языка, если вам понравились советы, ставьте лайк. Оставляйте ваши рекомендации под этим видео и подписывайтесь на мой канал. С вами был Павел Багрянцев. Пока. Павел Багрянцев. ВОЗЁЛ.